о чем говорят меня зовут дмитрий щеглов это о чем говорят мы продолжаем в первом эпизоде мы обсуждали городской культурный центр и новый проект его здание соответственно старое здание будет несено новое будет построена что там будет вот так что переходить если интересно этот пункт нашей программы посмотреть смотрите сейчас про сайм значит те же депутатские слушания те же комитеты обсуждали идею того что пора бы почистить сайму и что с этим делать тут кстати говоря в пандан этой истории как раз вот у нас на выходных вышел рейтинг о том что об признана самой грязной рекой россии с чем как бы поздравить конечно нельзя нас всех но как бы это учитывать нужно сайма это уже как говорят биологи вообще в принципе не река это скорее такое там там потому что она не течет это там стоячая вода это по большому счету такой пруд довольно сильно загрязненный все там забито чистить его и конечно же необходимо проблема в том что все водные ресурсы в стране принадлежат федерации то есть даже речка сайма которая течет сугубо вообще внутри сургута и как бы суп чисто сургутское дело это федеральная собственность следовательно если достать денежку из городского бюджета и попытаться ее вложить в чистку саймы то через 15 секунд на столе угловой окажется представление прокуратуры о нецелевом использовании бюджетных средств и эта история благополучно стухнет тем не менее замысел есть есть предварительная сумма около 250 или 300 миллионов рублей выделит их возможно региональный бюджет именно там по каким-то своим отношениям с федералами и для этого нужно предполагается что в течение этого года будет готовиться проект и искаться подрядчик под эту всю историю ну что ж сайма как чистить зачем чистить как часто чистить вообще что с этой несчастной нашей бывшие речки делать в настоящий момент но есть ощущение что все проблему и остроту проблемы понимают но не очень знают что делать чисто и сытно с профессиональной точки зрения цифры которые услышал от депутатов чистить раз в 10-20 лет особенно в 20 лет да она немножко пугает но это нонсенс конечно потому что из этой цифры следует что даже если нам удастся привести в порядок единожды русло саймы но горожане попользуются этой красотой и чистотой там два-три года потом она таким же образом за расчет благополучным потому что природа природа сильнее человека и вообще проблема понятная да прикасаемо и два там дополнительных рукава которые в нее впадают да умирает вследствие развития города вследствие его застройки и процесс этот длится уже несколько десятилетий главный главный русло сайма но от главного русла что считается источник саймы первоначальный находился вот в том что сегодня является сквером воинов интернационалистов по моему да вот где вот эти вот полукруглые девятиэтажные дома на бульваре свободы начале бульвара свобода вот где-то там был источник сайм он проходил туда уже дальше в этот сквер старожилов и дальше дальше мимо нынешнего загса он уже превращался как бы в достаточно такую полноводную реку но сначала построили улицу 30 лет победы много-много лет назад кто помнит из старожилов там до сих пор такая полу засыпанная песком грунтом труба которая позволяла вот из источника попадать туда вот в ту сторону воде после этого дополнительно там уже при выходе саймы в бардаковку на этой стрелке университета до в нее попадал еще один ну вода с другого русла ну тоже это называется саймой да но как бы пусть это будет русло номер два там саймы рукав номер два который брал свое начало вот где-то там где на улице университетской построены вот эти вот новые дома там за ручьем вот эти все вот там где храм святого георгия победоносца вот через дорогу от него да тоже мы видим чему привело строительство в этой части города этот рукав хереет и таким же образом умирает какие-то подводные воды безусловно там остаются они ищут себе новые выходы но но человек здорово там закупорил все что только может та же самая история с третьим рукавом который берет свое начало где-то там в районе улицы федорова и так понимаю микрорайон геолог и вот между вот долины нищих и вот этим большим парком за саймой он вот вот сюда тоже попадает то есть собственно главное водная гладь до поверхность образуется между стрелкой вот университета этим полуостровом и парком за саймой да вот это вот большой водоем который горожане наши любят а все остальное оно является элементарным болотом в котором кое-как с очень маленьким объем воды струится ручеек собственно он сегодня и питает саймой плюс стал и дождевые воды как-то там благодаря дамбе они задерживаются но дамба ведь не просто задерживает воду она и задерживает все нечистоты то вся эта грязь с улиц со строек с автомобилей она а возможно еще и канализация где-то сливается но точно сливается тут есть частный сектор мы понимаем что там тоже не все хорошо с экологической точки зрения все это идет сами вот мы получили такой бордель значит я хочу сказать что эта ситуация совершенно для многих муниципалитетов мира понятное неприятное но не катастрофично и решаемо я лично вот видел несколько примеров с которыми вот которыми сейчас хотел бы поделиться как можно решить эту проблему давайте мы представим что наша задача не сайму реку спасать да а создать каскад водоемов прудов городских до городских озер соединенных вот каким-то там ручейком и который в конечном счете куда там уходит вопь вот дело в том что несколько лет назад один из там бывших заместителей главы сургута алексей софиолин в кулуарах предлагал вообще засыпать русло саймы дате но поместить ее в трубу ну как там в москве до несколько рек там сделано там не глинка там они подземные реки текут себе и благополучно живут и таким образом вот эту всю территорию не тратить сотни миллионов и миллиарды на рекультивацию поймы очистку как-то надо все равно воду подавать это надо воду брать чтобы эта вода перед нашей дамбой стояла чистая а не превращалась болото ну а получившуюся территорию используют там под какую-нибудь там застройку может быть под городские нужды вот то есть ну я тогда считал что проект опасный плохой потому что в нем вот это вот застройка до слова она ключевое вот я не знаю какие были на тот момент у власти планы но лучше бы тогда оставить как есть ничего не делать не прикасаться потому что все-таки это природная зона и она очень красивая и сургут уникальный город он стоит на величайшей реке хоть и самой грязной в россии да часть города как бы обрамляет река бардаковка тоже такая же грязность который тоже там много работы предстоит и наконец в городе есть вот эти вот три рукава реки сайма которые образуют его ядро очень таким красивым способом что можно сделать я это просто видел воочию совершенно недавно если надо может быть даже с фотографии напишу статью много 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 там десятков лет был пустырь огромный размером ну наверное вот со всю территорию нашего ядра центра города бульвара свободы да вот до милик карама вот вот примерно такая территория просто некошенная трава какие-то заросли кустарника и вот между этой всей грязью природной где-то там ложбинки тек ну ручеек вот там там в полметра шириной ну какой ручеек то есть это просто была какая-то влага которую под уклон там себе там где-то находила выход значит что сделали власти они ну помимо там реновации всей территории газоны игровые площадки нормальные там какие-то растения были высажены они нормальные были ликвидированы дорожки тротуары беговые дорожки все это было сделано что они сделали с водой они тут ручеек дали ему русло чуть-чуть его облагородили буквально какой-то такой каменный до каменный вот такое ну это даже не берега потому что он в таком полугу течет ручей да вот но поскольку территория имеет естественный перепад небольшой перепад высот у нас тоже тут наблюдается на счет бы сами не текла да никуда вот они власти создали несколько озер три или четыре озера разных форматов разных размеров одно озеро такое как будто бы озеро с камышами но то все сделали люди то есть течет ручеек маленькая дамба размером с рабочий стол наполняется водой с другой высоты вода уже вытекает ниже опять ручеек через какое-то время новое озеро она уже такое более культурно уже с каменным обрамлением с каменным берегом вот снова такая же дамба снова перепад высот и дальше идет еще какое-то озеро где рыбаки рыбник где рыбаки там приходят рабочит рыбу значит подобную штуку я видел пару лет назад в москве я не вспомню в каком районе меня возили просто не вспомню вот еще раз это нормальная вещь там где у вас бьет где-то родник в черте города да и и от этого родника течет ручей вот нормальной власти стараются это обыгрывать не закопать исток ручья не уничтожить сам ручей да а обыгрывать делать какие-то комбинации ландшафтные которые оживляют оживляют ну всю городскую среду вот вот это примет таким образом из никому не нужного казалось бы ручейка который точно так же засыхал умирал потому что вокруг жилищная застройка массовые высокие дома строятся создали за три или четыре года абсолютную красоту в итоге мы имеем несколько озер разных размеров разной глубины с чистой водой это не пляжи нет ни в коем случае да я говорю про то что это это ландшафтные все вещи вот как и которые живут своей нормальной жизнью поскольку у нас сайма после университета встречается с двумя своими рукавами там образуется вот эта большая 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 водная такая масса да ну там вот вероятно надо чистить там надо проводить и самые рекультивационные работы но вероятно если правильно посчитать можно уложиться в меньшие суммы но делать чаще очистку реки а вот все что между загсом газпромом да вот сургутская окружной клинической больницы и ботаника и туда до университета да вот это все можно сделать как как ну там как каким-то каскадом это как как просто предложение но если нет то ну что тогда мы ищем 200 300 миллионов раз в 20 лет договариваться с федеральными властями загоняем туда бульдозеры чистим дно вот наблюдаем красиво но все зарастет за два-три сезона все зарастет и все так превратиться в болото к сожалению потому что это уже не река это надо понимать ну здесь опять же я бы конечно еще послушал специалистов биологов-окологов чтобы они сказали потому что насколько я помню там интервью которое я делал годик что назад там говорили что в принципе если все чистить и все как бы там расшить то это может стать снова рекой другое дело там надо не надо другой разговор ну и вот к тому что ты сказал что там в праге из ручьяка там делают какие-то вот такие интересные вещи я лично знаю точно что в некоторых городах европы вы были случаи когда была небольшая речка ее закапывали делали там дорогу просто вот была речка а теперь там дорога и там машинки ездят а потом через несколько десятков лет люди сказали блин да что же мы наделали снесли к чертям эту дорогу и восстановили речку и речка нам снова течет и там вдоль нее всякие велосипедисты катаются то есть так тоже бывает то есть не так легко умирать наши города сургутян не не допустить такое такое развитие событий прекрасно то что вопрос о быкологии саймы стоит в повестке городской политики это уже конечно очень хорошо но пока пока это подход такой очень осторожно давайте найдем 300 миллионов чтобы раз в десять-двадцать лет ее чистить мы так не решим проблему потому что в принципе 20 лет назад сайма была в лучшем состоянии чем сегодня она тогда уже была в критическом сайме но гораздо лучше чем сегодня и вот мы можем посмотреть что такое 20 лет да вот во что она превратится снова через следующие 20 лет да ну что ж ладно мы будем завершать подписывайтесь на наш youtube канал на телеграм-канал и читайте нас на seapres.ru до новых встреч через неделю снова встретимся поговорим о чем-нибудь любопытном до свидания хорошо всем спасибо всем пока друзья